Библия говорит Очень хороший вопрос Я думаю, что она не одинока Эта женщина в действительности Очень многие люди В христианском мире И не только в христианском мире Имеют подобные сложности У этих сложностей Несколько причин Наверное, самое первое Это разный темперамент Вообще есть разница между тем Насколько общительны Или менее общительны мужчины и женщины Женщины намного больше говорят Им в этом потребность И им важно, чтобы их слушали Чтобы им поддакивали Чтобы вы разделяли их беспокойство Или предмета Который для нее не безразличен Для многих мужчин Они не ощущают такой потребности Он сам в себе где-то думает о чем-то То есть разница темперамента между мужчинами и женщинами Это первое Вторая проблема, связанная с этим В том, что Есть у многих У подавляющего большинства людей Которых я знаю Верующих и неверующих У них отсутствует культура Таких близких Душевных разговоров Друг с другом То есть они могут говорить о деле Они могут говорить о предметах Которые в меньшей степени Они касаются их души Но их с детства Не приучили к тому Чтобы быть уязвимыми Чтобы открываться Чтобы открываться так Чтобы ты не боялся Что сделает твой собеседник С твоей уязвимостью С твоим Ну так скажем Чувствительным каким-то дном Или частью твоей жизни И по этой причине Большинство людей Они где-то закрываются И как я уже сказал Что мужчины в большей степени Подвержены Вот таким То есть когда мы говорим о том Что вот этот муж Вот если эта жена сейчас придет И скажет ему Слушай, дорогой Не дело так Жить нам нужно Искать общие интересы В действительности у них есть Общие интересы Они просто не умеют говорить Об этих общих интересах И проблема Может быть очень глубокая Даже если этот муж поймет Что да, в действительности Нам нужно говорить Это в действительности Хорошо, когда говорят Это и есть общение Это и есть наша общность Мы ощущаем это вместе Но даже если он поймет Что это правильно Это нужно То он не может этого делать Он не умеет Это возьмет Скорее всего Наверное Его будет совесть судить Он будет чувствовать себя неудобно Когда он понял Что я должен это делать Я не умею И это Ну не поможет Эту ситуацию не разрешить Что поможет? Что нужно для того Чтобы эта ситуация разрешалась? Поможет Постепенное Проявление Внутренней заинтересованности И с ее И с его стороны К вещам В которых Они могут Свободнее Говорить Друг с другом Говорите о том О чем вы можете Можете говорить о ребенке Говорите о ребенке И вот говоря о ребенке Постепенно Переходите к тому Что более Личное Ну например Вы говорите о ребенке И о его поведении И ты поделись Вот когда я росла Мне это очень трудно было Стань немножко Более уязвимой Открытой И может быть Задай вопрос ему А как в вашей семье Это было? А как То есть Когда вы говорите Отдели И постепенно Ты переходишь К тому Что ты начинаешь Проявлять интерес К самому ему И пробовать Его Вызывать На этот разговор При этом Помни Что это не получится Сразу Здесь возможно Будет небольшой Шажок Какой Да И потом Нужно как-то Закрепить Это положение Прежде чем Будет он готов К следующему шагу То есть Это будет Это возьмет Время Такой Последовательной Постоянной Настойчивой Работы Молись об этом Конечно Священное Писание Говорит об этом В послании к римлянам Наверное Это самое лучшее место Которое Говорит о том Что в результате Действия Евангелия Мы относимся Друг к другу Есть 12 глава И 15 глава Я хотел бы процитировать Здесь написано В 10 стихе Будьте братолюбивы Друг к другу С нежностью Почтительностью Друг друга предупреждайте То есть Когда мы говорим О братолюбии Когда мы говорим О отношении К людям вокруг То здесь Вот эта чуткость В которой Мы В почтительности Друг друга предупреждайте Мы понимаем Слабости человека И поэтому Мы Делаем все возможное Для того Чтобы Принять его Такой Как он есть И помогать ему Из той точки В которой он есть Расти И становиться Более совершенным Во Христе Иисусе В 15 главе Римлянам Написано В 7 стихе Очень важное слово Поэтому Принимайте Друг друга Как и Христос Принял вас В славу Божию То есть Вот этим всем Можно заниматься Только тогда Когда вы Очень ясно Утверждены И коммуницируете Ваше принятие Друг друга То есть Когда ты Пытаешься Помогать Своему мужу Развивать его Если ты Будешь это делать С точки зрения Того Что А вот Ты хорошо С осуждающей Точкой зрения С точки зрения В которой Ты отделяешь себя Ты правильно И ты умеешь Говорить А он Неправильный Он не умеет Говорить Не получится Это Его еще Сильнее Закроет А вот Когда мы Коммуницируем Принятие Что я тебя Люблю Такого Как ты Есть И я Понимаю Что У нас У каждого Свой Путь И свои Особенности И я Хочу Обогатить Твою Жизнь И точно Так же Муж Какие-то Вещи Может Помогать Жене В ее Развитии Спасибо Алексей Алексеевич Да Слава Богу Друзья Дорогие Мы очень рады Что вы были Сегодня с нами Поставьте Пожалуйста Лайк Поделитесь Особенно с тем Кого вы знаете Кому нужно Это услышать И подпишитесь Если еще не подписаны На сегодня все Храни вас Господь Больше узнать о том Что говорит Библия Можно на сайте www.slovo.org Присылайте ваши вопросы По номеру Вайбер и Ватсап Плюс один Триста шестьдесят Девятьсот семьдесят семь Двадцать один Восемьдесят два Или по адресу Электронной почты Письма Собака Слова Точка Орг Эта программа Стала возможной Благодаря нашим Неравнодушным слушателям Если вам нравится То, что мы делаем Поддержите наше служение По ссылке Указанной в описании Да благословит вас Бог